Мало кто знает, о чём тошнота может сигнализировать. Об этом мы сегодня и поговорим в рубрике «История болезни». Действительно, в большинстве случаев люди считают, что тошнота может быть вызвана перееданием, может быть вызвана беременностью или, например, укачиванием, если человек не переносит перелётов. На самом деле, тошнота – это защитная реакция организма, и зачастую именно она может сигнализировать о неполадках в состоянии организма и предупредить человека о том, что необходимо обратиться к врачу. Давайте поговорим с вами о возможных болезнях, которые вызывают тошноту. Начнём мы с заболеваний желудка. Например, гастрит или язвенная болезнь желудка могут проявлять себя возникновением тошноты и рвоты, которые усиливаются после еды. Зачастую после рвоты человек испытывает некоторое облегчение. В первую очередь, конечно, при возникновении таких симптомов необходимо обратиться к врачу-гастроэнтерологу, пройти специальное обследование, гастроскопию, для того, чтобы выяснить, всё ли в порядке. Следующий орган, о котором мы поговорим, это желчный пузырь. Вот он. Дело в том, что воспаление желчного пузыря, холецистит или желчнокаменная болезнь зачастую также являются причинами возникновения у человека тошноты. Такая тошнота появляется уже во время еды. Человек может чувствовать неприятный привкус во рту, горьковатый. При этом у него может усиливаться боль в правом подреберье. Это характерные симптомы холецистита. И в таком случае человеку, безусловно, необходимо обратиться к врачу-гастроэнтерологу и в обязательном порядке пройти ультразвуковое исследование органов брюшной полости, дабы проверить состояние желчного пузыря. Действительно очень опасное заболевание. Мы говорили о нем в нашей программе. Следующий орган это поджелудочная железа, воспаление которой панкреатит. Также может сопровождаться появлением тошноты, вздутием живота после еды, потому что нарушается выделение ферментов и переваривание пищи. Также это может сопровождаться при длительном расстройстве, потере веса и появлением также горечи во рту. В таком случае визит к гастроэнтерологу и ультразвуковое исследование органов брюшной полости, биохимический анализ крови помогут установить, действительно ли идет речь о панкреатите. Тошнота также может появляться при воспалении аппендикса, при аппендиците. В таком случае она сопровождается болью в правом боку, повышением температуры. Общий анализ крови показывает у человека повышение скорости оседания эритроцитов, увеличение количества лейкоцитов. И в таком случае, конечно же, без промедления необходимо обратиться к врачу, потому что аппендицит – это заболевание, которое может сопровождаться в том числе летальным исходом из-за осложнения, грозного осложнения, которое при нем встречается. Это перитонит. Странно, у меня, кстати, при аппендиците не было тошноты. У некоторых людей интоксикация, общая интоксикация организма сопровождается появлением тошноты. У некоторых людей нет. Следующий. Кишечник человека. Достаточно часто, действительно, многие это знают, появление тошноты свидетельствует об отравлении. Особенно в том случае, если к тошноте добавляется диарея, боли в области живота, рези. В таком случае, безусловно, важным является промывание желудка, если вы подозреваете пищевое отравление. Но визит врача в данном случае все равно необходим. Потому что если через некоторое время появляется рвота желчи, то это может свидетельствовать о, например, таком грозном заболевании, как сальмонеллез. Мозг человека. В некоторых случаях нарушение мозгового кровообращения сопровождается головокружением и тошнотой. Если это сопровождается еще головной болью, колебаниями артериального давления, то, безусловно, в данном случае визит к врачу-невропатологу поможет установить точный диагноз. Ну, я еще слышал, что тошнота бывает при сотрясении мозга. При сотрясении мозга за счет отека головного мозга, при нарушениях в вестибулярном аппарате. То есть существует достаточно много неврологических заболеваний, которые проявляются тошнотой. Следует обратиться к неврологу. Да. В некоторых случаях появление тошноты бывает при гипертонической болезни. У людей с повышенным давлением оно сопровождается также покраснением лица, появлением отеков, общей слабости. Данное состояние может присутствовать достаточно длительное время, в течение суток и более. И, безусловно, в таком случае необходима консультация врача-кардиолога. И первое, что в таком случае необходимо делать, это, конечно, самостоятельно измерить артериальное давление. Так. Сердце. Дело в том, что при инфаркте миокарда, при сердечной недостаточности, тоже возникает иногда тошнота. Причем она может достаточно длительно у человека присутствовать, только в некоторых случаях сопровождаясь рвотой. Ощущение нехватки воздуха в данном случае является одним из характерных симптомов. Бледность человека. Здесь необходимо срочно вызывать скорую помощь. Щитовидная железа. Дело в том, что при гипотириозе, то есть недостаточности щитовидной железы, когда она выделяет недостаточное количество гормонов, у людей достаточно часто присутствует фоновая тошнота, которая зачастую не сопровождается рвотой, но сопровождается резким снижением аппетита. И несмотря на то, что человек мало ест, он достаточно сильно набирает вес, чувствует постоянную слабость, утомляемость очень высокую. Все время ему кажется, что очень холодно. Безусловно, в таком случае необходимо сделать и ультразвуковое исследование щитовидной железы и сдать анализ крови на ее гормоны, и, конечно же, посетить врача-эндокринолога. И, наконец, почки. При воспалении почек, при мочекаменной болезни зачастую тошнота также является одним из симптомов характерных, сопровождаясь появлением в моче камней, сопровождаясь при этом появлением эритроцитов в моче. Также, если это речь идет о воспалении почек, то имеется изменение в картине крови, то есть высокий уровень лейкоцитов и высокая скорость оседания эритроцитов, то есть характерные признаки воспалительных реакций. Вот как! Ну что же, достаточно много причин и достаточно много поводов, чтобы задуматься. О чем еще может говорить тошнота? Спросим у нашего постоянного эксперта в студии Ульи Вадимовича Егорова, врача высшей категории, кандидата медицинских наук. Илья Вадимович, ну, еще тошнит во время беременности. Тошнит во время беременности, это точно. Причем я бы хотел сказать, что всегда, в любом случае, тошнота является поводом для обращения к врачу. Всегда. И это непременное требование. Если тошнота продолжается в течение нескольких часов, в подавляющем большинстве случаев это грозный симптом. Организм тошнотой всегда о чем-то сигнализирует. Я бы хотел сказать еще вот о чем, и на мой взгляд это очень важно. Нередко мы видим тошноту у относительно молодых людей. У людей, у которых нет вот того комплекса серьезных заболеваний, о которых рассказывал коллега. Душевные проблемы иногда выливаются в телесные симптомы. И на сегодняшний день считается, что, скажем, бронхиальная астма нередко может оказаться отражением психосоматической патологии. Боли в животе так могут сигналить о том, что что-то не так на душе. Иногда работа с психотерапевтом может избавить от тошноты при отсутствии вот подобного рода причин. Но опять же, прежде чем говорить о психосоматической природе страдания, надо исключить заболевания, которые могут вызывать тошноту в реальности. Спасибо большое. Ну что же, давайте подведем итог. На самом деле, несмотря на то, что тошнота неприятна, она стоит на страже нашего здоровья.